Юные велосипедисты, роллеры и скейтбордисты быстро заполнили помос искусственными преградами. Для человека далекого от уличного экстрима эта площадка – серьезная полоса препятствий. Для подростков в шлемах и наколенниках – место, где они могут продемонстрировать свое мастерство и смелость. Я считаю, что замена достойная. Ее я бы не стал сравнивать. Стало хуже, либо лучше. Это абсолютно новая конфигурация, новые фигуры, новые возможности. Я думаю, что получится совсем по-другому и намного интереснее. Герман Карпушин и его друзья занимаются экстремальными видами спорта 12 лет. Сочинец проставил родной город на десятках соревнований в классе BMX. Райтер говорит, старая площадка, как прочитанная книга, немного надоела. А именно для его вида спорта очень не хватало одной фигуры – фан-бокс для полетов на велосипеде. В новом скейт-парке этот недостаток учли, да и сама площадка стала просторнее. Раньше велосипедистам было тесновато, сейчас есть где разгуляться. На мой взгляд, сегодняшнее место расположения самое удачное, потому что оно находится рядом с детским центром. Здесь же можно и мероприятия безопасности соблюсти. Здесь вы видите ограждение, освещение, камеры, видеокамеры. Ну и самое главное, что ребята, которые действительно занимаются этим видом спорта, они довольны. Они говорят, что эта площадка стала лучше, чем та была. На открытие новой площадки пришли десятки юных экстремалов. Праздничное настроение создавали молодежные вокальные и танцевальные коллективы. Райдеры, в свою очередь, тоже не остались в долгу. Обкатку скейт-парка превратили в настоящее шоу. В новом скейт-парке сделали специальное освещение для занятий в темное время суток. Установлена и видеокамера. За ситуацией на этом спортивном объекте теперь наблюдают в режиме реального времени. Заниматься на свежем воздухе теперь можно будет под музыку. Над площадкой взяли шефство активисты сочинского отделения партии «Единая Россия» и по случаю открытия подарили музыкальную колонку с автономным источником питания. Теперь на очереди Лазаревский район. Там в ближайшее время также появится свой скейт-парк. Елена Всецна, телекомпания «ФКТ».